приветствую всех искренне любящих господа иисуса христа хочу с вами сегодня поделиться одним прекрасным словом из писания и слово хочу называть лев из колена иудина в книге откровения иисуса христа бог показывает четырьмя именами это лев телец человек орел понятие лев мы встречаемся в библии в нескольких местах и всегда видим что это могущественное животное это царь зверей против которого мало кто может выйти вот эти звери вот эти львы они уничтожали самаритян когда язычный царь переселил народы и привел туда пять народов и они жили там убивали эти львы этих людей когда царь думался до того что там есть какой-то бог закон которого они не знают и вот нужно из этого народа которого он переселил другое место взять одного среди них священника и послать туда чтобы тот научил закону бога той местности который там живет и взяли одного священника и среди израильтян даже имя этого священника не пишется и послали туда он пришел туда и научил закону божию и львы перестали их есть и результат этого мы замечаем в книге и она апостола 4 главе его евангелия где самаритянка называет иакова пророка отцом говорит что отец наш иаков называя колодец вот этот иаков лев еще замечаем что отбыл один пророк который должен был покориться богу и пойти обличить царя и уравама это уже третье царство 13 глава и бог дал ему такой наказ по какой дороге пойдешь по той дороге не обращайся куда ты пойдешь там хлеба не кушай и воды не пей и вот он был там обманут как бы этому человеку было по сердцу этот обман и он не покорился слову божию и покушал там вернулся и попил и на дороге замечаем что появился лев и лев не тронул осла на котором он ездил он стоял и вот он только убил этого пророка который не был послушен не покорился слову божию потом его похоронили потом мы замечаем что вот эти мощные животные они покорялись таким великим могучим пророком как самсон появился лев самсон просто подошел и разорвал его на части эти левы покорились даниилу бог поставил ангел из по его и тот закрыл пастер львам и об этом однажды будет написан в книге евреям в 11 главе заграждали пасти львам вот так будет написано там про героев веры и так но библия вот приводит нас до давида к давиду и вот давид давид защищая овец своего отца он как бы от всего сердца защищал этих овец удивительное сердце у этого человека что когда лев нападал на этих овец то он нападал на льва и когда лев поворачивался чтобы нападать и пожрать давида написано он говорит своими словами и охватал его за косма и убивал их удивительный человек он так легко об этом говорит даже не верится не братьям и никому не верится что вот этот юноша мог просто-напросто убивать львов но он убивал львов потому что бог как написано был с ним и он был с богом слава господу за них за этих людей и вот библия говорит что иисус христос есть лев из колена иудина кто такой иисус христос почему библия сравнивает иисуса христа именно со львом мы замечаем что порой наш враг дьявол он хочет показать себя как льва апостол петр поэтому и говорит в пятой главе первого послания своего что трезвитесь ибо противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев иша кого поглотить мы имеем потенциального врага но это не повод для того чтобы бояться или пугаться но это основа и повод для того чтобы остерегаться просто остерегаться от чего чтобы быть вполне в слове божьем быть вполне в том призвание в котором бог нас призвал первое положение в жизни самсона мы замечаем что если в самсон оставался в своем призвании если бы он не занимался как бы суетою то этот человек мог достичь больших успехов но вот мы замечаем какая кончина у него и вот этот человек своей кончиной показал что человек может упасть хотя и он может быть назыреем но слава господу что бог так велик что когда человек кается бог восстанавливает его служение бог восстанавливает его шествие перед господом и он был восстановлен он был восстановлен и сделал свое дело и вошел в число героев веры в книге евреям в 11 главе второе положение мы замечаем вот этого пророка которого умертвил лев да бог что нам говорит если бог нам говорит делать то или другое или посылает туда куда мы должны идти мы должны идти делать это дело не то вот этот лев который как лев для нас это будет сильным противником и через которого мы можем упасть и мы не сможем никоим образом вот то служение которое вверено нам нести до конца а нам это нужно делать апостол павел вот почему говорит что лишь бы он с радостью прошел то течение который бог доверил ему а бог доверил ему то что он должен был явить миру сему к его сына иисуса христа он что делал полностью в своей жизни итак библия называет иисуса христа львом из колена иудина почему он называет львом иисуса христа первое мы показали что лев это что-то мощное и сильное второе мы показали что дьявол хочет имитировать понятие льва что он хочет показывать что он есть лев но он не лев он как и лев почему он так делает потому что бог сравнивает своего сына иисуса христа со львом с царем зверей потому что иисус есть сайт царей и господь господствующих что есть лев понятие лев лев это могущество лев это сила и если в жизни нашей иисус христос показывает себя как льва то есть он показывает себя как мощного могущественного защитника и спасителя что он может нас спасти от любого положения от любых быть и от любых трудностей от любых искушения которые приходят к нам чтобы искушать чтобы испытать бог силен в нашей жизни этого делать нам нечего бояться потому что наш господь иисус христос это лев из колена иудина он могущественны первое что когда бог призывает нас показывает свою мощь и свое могущество мы знакомимся с богом как со бесконечным безначальным как со всемогущим везесущим он все знающим вот таким богом мы знакомимся и это есть лев из колена иудина иисус христос воплощенный бог чтобы мы об этом знали второе положение мы жизни иисуса христа замечаем второе его имя это телец мы во всех жертвоприношениях который бог когда-либо ожидал от людей самое мощное самое великое самое большое он как бы видел замечал и требовал это телец понятие телец это самая высшая жертва жертву который человек когда-либо мог давать и иисус христос показал своей жизнью что он самая мощная жертва что бог потребовав вот эту жертву жертвенность иисус сказал что он даст эту жертву и он пришел и сказал что хочу исполнить волю твою боже и закон твой у меня в сердце посему мы замечаем что бог нас обучает именно этому что наш господь иисус христос это величественная жертва через которого мы приближаемся к богу мы не должны бояться никоим образом никаких трудностей потому что у нас здесь такая прекрасная жертва жертва господа нашего иисуса христа через которого мы спасаемся через которого мы предстоим перед господом и нам нечего бояться или страшиться слава господу за ее величественную жертву третье имя третье положение это человек чтобы нам понять кто такой бог мы уже сказали что в понятии лев в самом начале бог показал свою силу свое творчество что он творец что он могущественный создатель что он есть тот и что он величественный смещение который переносит величественную жертву жертву своего сына то есть как тельца он приводит на жертвенник ради спасения всего человечества всех людей всякого верующего который от искреннего сердца своего принимает господа христа как свою жертву как своего господа и спасителя итак мы замечаем другое положение здесь третье что бог через господа иисуса христа показывает свою человечность то есть показывает что его можно трогать что с ним можно общаться с ним можно говорить вот о чем и иоанн апостол говорит в первом своем послании о слове жизни которого мы видели рассматривали и которого осизали руки наши о слове жизни бог хочет именно таким образом показать что мы тоже можем осизать осизать христа что христос есть именно тот который воплощает бога поэтому послание тимофею апостол павел говорит так великое благочестие тайна бог явился во плоти показал себя ангелом оправдал себя в духе проповедан в народах принят верою в мире вознесся во славе и так мы замечаем что именно благодаря иисусу христу написано что бог явился во плоти бог явился во плоти и ангелы даже получили возможности благодать видеть бога потому что им запрещено было видеть бога а через господа нашего иисуса христа они получили благодать видеть бога поэтому написано что показал себя ангелом и Это благодаря тому, что мне и тебе, мой дорогой друг, была дана вот эта величественная благодать через Господа Христа вот так близко подходить к Богу, потому что Он пришел и назвал Себя не кем-то, а назвал Себя Сын Человеческий. Почему Христос себя называет Сыном Человеческим? Потому что когда мне и тебе открывают вот эту величественную тайну, тайну того, что кто такой Бог и как с Богом можно общаться, что это могущественный, сильный, этот творец, любящий нас, любящий человека, вот этот творец, Он посылает Своего Сына как жертву, мощную, могущественную жертву, самую великую жертву. И вот эта жертва приходит и говорит, что Он есть Сын Человеческий. Что это обозначает? Это обозначает, что Христос этим показывает, насколько Бог ценит свое творение, насколько Бог ценит человека, что человека Он создал своим образом и своим подобием. И посему этот человек должен понять, насколько он драгоценен перед Богом, что Бог дал такую величественную жертву, жертву Сына Своего Иисуса Христа. Четвертое имя, четвертое название, когда мы замечаем, это Библия называет в книге Откровения Иисуса Христа Орлом. Что такое Орел? Первое. Мой друг, ты становишься сильным, могущественным перед Богом. Ты уже сознаешь, что Бог твой Отец. Ты сознаешь, что Бог за тебя. Ты понимаешь, что Бог всю свою силу, всех своих ангелов, все свои дары, Он ничего для тебя не оставляет, а все отдает тебе. Самое драгоценное Он дает тебе. Он ничего не оставляет. Написано, если Бог своего Сына отдал для нас, то Он не будет шадить для нас ничего. Он все отдает. Когда мы это сознаем, когда мы это понимаем, когда мы видим, что Бог таков, тогда мы начинаем только понимать с Бога, что мы должны быть как Бог жертвующим. Если мы видим могущество Бога в нас, именно вот это могущество позволяет нам уже жертвовать перед Богом той жертвенностью, которым Бог жертвует. А Бог жертвует самым дорогим, самым драгоценным, самую большую жертвую, потому что Иисус называет цельцом. Цельцом, потому что именно мы тоже самое дорогое должны положить на жертвенник. Это есть мы сами. Это есть наше эго. Это есть наше я. Это есть наша личность. Это мы сами должны быть на жертвеннике. Потому что если мы умеем вообще все жертвовать для Господа, мы можем жертвовать нашими женами, мы можем жертвовать нашими мужами. Мы можем жертвовать нашими детьми, мы можем не жертвовать нашими домами, всем, что у нас есть. Но самое, самое драгоценное, самое дорогое – это есть мы сами. Это наше «я», это наша личность. И тогда через Христа вот эту нашу личность мы позволяем быть на жертвеннике. И третье положение, когда Христос является в нас как человек, доступность – это Христос, когда пришел на планету Земля, то мы замечаем, как с Ним поступили, как поступили с всемогущим Богом, ведь Он всемогущий Бог воплощенный, как с Ним поступили, как плевали на Него, как надругались над Ним, как уничижали Его, как подняли на кресть Его. Так что, мой друг, ты должен вооружиться той же мыслью, именно той же мыслью вооружиться. Каким? То есть могущество Бога является в тебе, то есть после этого, когда ты уже могущественный, как Бог, то ты должен жертвовать, как Бог. То есть самая драгоценная жертва – это твоя личность на жертвенник. Именно когда ты находишься на жертвеннике, доказательствуй и печать того, что ты жертва, а не жертвующий, что ты есть сам жертва. Бог допускает твою человечность под удар, под натиск, под прессу человеческих атак и всех, значит, всяких нападений. И от всех сторон, от всех сторон, от видимых и невидимых сторон, самые близкие люди начинают предавать тебя. Самые близкие люди начинают отдаляться от тебя. Самые близкие люди оставляют тебя одного, как Иаков остался один. Он взял, Иаков взял всех, разделил по разным группам и послал перед собой. И написано, когда он остался один у перехода Иавока, то явился некто и боролся с ним. Да, очень легко отдавать, когда у тебя все есть, и ты отдаешь, ты отдаешь. Но когда вопрос уже касается тебе, тогда начинается война. Что за война? Появился некто и боролся с ним. Кто же появился? Ты тогда лицом к лицу встречаешься с Богом. Там, где никого нет, ты и Бог встречаются друг с другом. И тогда начинается битва. Битва за Я. Битва за личность. Хочешь ли ты умереть для Бога? Хочешь ли ты быть перед Богом мертвым, чтобы Бог мог явить себя через себя? Чтобы Бог мог именно действовать через себя? Смотреть через твои глаза? Слушать через твои уши? Говорить через твои уста? Переживать через твоим сердцем? И так Бог должен мыслить и через твой мозг? Через тебя? Да. И как написано Колоссянам, что мы мертвы, и жизнь наша сокрыта в Боге со Христом. И когда жизнь наша Христос явится, и мы явимся с Ним во славе. Слова Господу за все это. Да, вот это человечность Христа. Что же понятие «орел» в жизни Христа? Понятие «орел», когда с Иисусом Христом так поступили, его сняли с Христа, его положили во гроб, и всем казалось, что всему конец, то, чему учил Иисус Христос, конец. Ученики перестали его верить. Даже ученики, когда пошли и встретились со Христом Иисусом на горе, куда он их призвал, евангелист Матфей говорит, что они поклонились, но некоторые усомнились. Даже апостоли сомневались, что это Христос или не Христос. Они сомневались. Итак, в жизни Иисуса Христа пришел момент, когда написано, что «ты был заклан и достоин принять честь, славу, богатство и величие». После этого, когда Иисус Христос уже был заклан. Итак, когда Христос как человек был заклан, потом он воскрес, и как орел был вознесен. Люди могут знать тебя, как человека Божия, могущественного, в котором является Бог, как лев. Люди могут знать тебя, в Господе Иисусе Христе, как человека, который дает величественную жертву, как телец, и ты бываешь на жертвеннике через Христа Иисуса. И люди могут знать тебя, как человека, на которого можно плевать, которого можно хулить, уничижать. Люди могут знать тебя вот так. Но люди никогда, никто не может узнать тебя, как орла. Потому что написано, что духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Так что приходит момент, когда твой самый близкий друг и брат не может узнавать тебя, не может знать тебя, кто же ты есть на самом деле, потому что ты представитель Бога. Тебя можно узнать, как льва из колена Иудина. Тебя можно узнать, как тельца самого величественного и который на жертвеннике. Тебя можно знать, как сына человеческого. Да, именно так. Но тебя, как орла, невозможно узнать. Это твоя божественность. Это та часть, в которой Бог реально прославляет тебя в себе, когда все эти пункты проходят в твоей жизни. Слава Христу, льва из колена Иудина, который позволяет нам пройти все эти пути, как он сам прошел. Итак, он прошел эти пути. И когда апостол Иоанн, тот, который мог слушать и слышать бьение сердца могущественного Бога, воплошенного Христа, И вдруг этот Иоанн, когда был на ссылке в острове Патмос, и тогда он в воскресный день услышал голос Яэсм, Альфа и Омега, и он повернулся, он повернулся, чтобы увидеть того Христа, которого когда-либо, когда-либо видели его глаза, которого осизали его руки, которого рассматривали его глаза, видели. Но он повернулся и увидел нечто, нечто величественное. Волосы, волосы белые, как снег, глаза, глаза пламень огненный, он весь во свете, ноги, халкаливан, раскаленная медь. Кто может познать его? Никто. Так же и ты во Христе Иисусе придет момент, когда никто не может узнавать тебя. Придет момент, когда люди, которые окружают тебя, будут говорить, что, а мы думали, что он то-то, то-то, но они никак не могут объяснить, что же с тобой творится, потому что Христос являет себя через тебя. Благословить тебя Господь, чтобы это было понятно. Итак, лев из колена Иудина имеет четыре имени и четыре названия. Это лев, это телец, это человек и это орел. И Бог в твоей жизни все эти пункты исполняет и совершает через Господа Христа. Великая благодать в жизни Христа для тебя. Приближайся к Богу, приближайся к престолу благодати Божией. И пускай Бог усиливает и укрепляет тебя. И пускай Бог являет через тебя Господа Христа именно в этих четырех именах. Бог благословит тебя. Мир дому твоему. Аминь.